Забыли помыть руки, потёрли нос и вот уже микробы попали в организм. Пневмония – это инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путём. Вирусы и бактерии, которые вызывают воспаление лёгких, попадают на слизистые носа и горла. Как правило, заболевание начинается с повышения температуры тела и кашля, и протекает под маской ОРВИ. Если нет выздоровления в течение какого-то периода времени и на третий-пятый день вновь поднимается температура, то нужно подумать о том, что нет ли здесь осложнения. Это значит, что вирусы попали в бронхи, продолжают спускаться ниже в лёгкие и вызывают воспаление альвеолярной ткани. Если иммунитет снижен, организм ребёнка ослаблен и не адаптирован к вирусам, то есть не привит, то вирусная инфекция может осложниться бактериальной инфекцией. Бактериальное пневмония начинается внезапно, то есть может развиться в первые дни болезни. Стофилококковая пневмония, пневмококковая, сразу с высокой температуры, с кашля, с интоксикацией. Правильно поставить диагноз и начать своевременное лечение при пневмонии помогает осмотр ребёнка. Особо обращают внимание на наличие интоксикации, спазматического кашля, одышки, высокой температуры и отсутствие эффекта от уже назначенного лечения. Мы простукиваем грудную клетку, видим разницу в тимпаническом звуке, и аускультативно можем выслушать хрипы. Конечно же, нам помогают лабораторные методы обследования, общий анализ крови, который показывает нам воспалительный характер. Чтобы не заболеть пневмонией, достаточно придерживаться простых правил гигиены. Мыть руки, в период эпидемии носить маски, при первых признаках болезни соблюдать постельный режим. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.